Привет, это Ребуарно. На одном из последних стримов мой подписчик соу Генжи, через донатик, за что ему огромное спасибо, присел меня посмотреть ролик с канала IG Project. Ролик называется «Адский босс, пилот, все секреты, пасхалки, отсылки и так далее». Давайте граним, думаю, будет что-то интересненькое. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Я решил вспомнить былое и выпустить не только озвучку пилота адского босса, но и сделать полный разбор на него. А в смысле былое? Особенно это будет актуально после того, что мы уже узнали после просмотра свежих четырех серий первого сезона. А, это типа сначала он сделал, блин, все асхалки, асхалки, а секреты пасхалки, отсылки на первые четыре серии, а потом уже на пилот. Это немного странно, как мне кажется, но окей. Адского босса. Ссылка на свежую озвучку пилота адского босса находится в описании. И вот еще всплывашка вверху экрана. Там, кстати, в конце вы еще сможете найти песню Мокси под названием «Оумилии» в хорошем качестве. Так что не торопитесь выключать пилот, ведь в конце вас ждет переведенная милая песенка нашего любимого Бесенка. Но сперва не забывайте, ребят, подписываться на канал, ведь моя мечта это 100 тысяч подписчиков. А моя мечта миллион. А здесь, кстати, уже 175, мне бы неплохо. Будет когда-нибудь миллион, неизвестно. На канале. Поэтому проверьте, каким цветом горит кнопка «Подписаться». Если серым, те осуществуем. И мы начинаем рубрику «Ретро». Описывать сюжет я не буду, так как это было знакомство с персонажами и ничего серьезного там не произошло. Поэтому погнали смотреть сразу на отсылочки, пасхалки и секреты, которых создатели пилота напрятали достаточно много. Поехали. Давайте начинать. Анимация начинается с кадра здания, где находится офис компании EMP. И надписи «Добро пожаловать в Имп Сити». А внизу подписана дата основания города. 1981 год. Совсем молодой город. 1981 год. Мы уже не раз говорили о том, что город Импов находится на первом кругу гордости Люцифера. Скорее всего, не так далеко от Пентаграм-Сити, в котором разворачиваются основные события пилота Ателя Хазби. Это можно понять и по красному небу. Ведь в Пентаграм-Сити используются точно такие же цвета. Особенно, если смотреть на круг жадности Мамона из второй серии, где небо было зеленым. Ну да, мы знаем, что там во всех городах, ой, во всех кругах разное небо. Это значит, что на каждом кругу присутствует свой цвет неба. Так что Имп Сити находится точно на первом кругу гордости Люцифера. Кстати, в 1981 году, а это дата основания города, вышел в прокат гонконгский фильм ужасов «Зловещее объявление» или «Зе Имп». Фильм повествует о Чонг Кенкене, который получает работу охранником в офисном здании. И спустя неделю работы происходит ряд мистических событий, где главный герой узнает, что до начала строительства офисного здания на его территории обитала банда похитителей детей, которая часто убивала своих жертв. Скорее всего, это отсылка к пилоту. Ну, фиг его знает, что-то меня очень... я очень сомневаюсь. Не отсылка к пилоту, кстати, а пилот отсылает на этот фильм. А то, как так сказал, отсылка к пилоту. Как будто бы фильм вышел после пилота. Библиц вместе со своей командой убивает ребёнка. У библица пиздец и лицо. Ребёнка Эдди, на которого поступил первый заказ для их компании. Здание, кстати, после пилота не претерпело никаких изменений. Как и дверь на входе в офисы Импи. Конечно, кроме обоев и окна справа. А так всё на своих местах. Кстати, в окне возле входа в офис в третьей серии можно заметить розетку. И небольшой кусок принтера Hell 9. У входа в офис? Так розетка не у входа, а она где-то внутри. Который был показан в первом эпизоде. Заметить розетку. И небольшой кусок... Кстати, в окне возле входа в офис в третьей серии можно заметить... Я думал, он имеет в виду где-то вот здесь. Вот это просто в офисе живёт. Тогда возле выхода, кстати. Ошибки! Я душный, блядь! Который был показан в первом эпизоде. Так что, скорее всего, когда заходишь к Блицу в офис, сперва попадаешь в комнату, где сидит Луна на ресепшене. Ну, как бы... Так и должно быть, нет? При этом находится офис Блица и ещё одна дверь, которая ведёт в переговорку компании MP. Которую очень хорошо можно разглядеть в пилоте мультсериала. Вот я составил краткий план их переговорной, ссылаясь на четвёртую серию. Может, как-нибудь вообще все офисные помещения компании MP изобразим в таком формате. Но это уже как-нибудь потом. Причём в пилоте изменились только картины на стенах. И переехал телевизор с одного угла в другой. Например, в пилоте первая картина была с портретом Блица и Луна. А в новых сериях она переехала аж на третье место. Ну, сделали перестановочку, почему бы нет? А на второй картине был изображён Блиц со своими сёстрами Тилой и Барби Вайер. А в новых сериях картина переместилась на первое место. И пропала старшая сестра Тила. Вивьен полностью поменяла канон. И у Блица теперь только одна сестра, Барби Вайер. И подпись не изугласит. Ну, такое часто бывает, что после пилота кого-то меняется. Ну, а на третьей картине в пилоте были изображены Мокси и Миле в красивых нарядах. И Блиц сверху подрисовал сам себя, будто он их обнимает. А в новых сериях эта картина полностью исчезла. Зато появилась коняшка, да? В её на втором месте теперь изображена коняшка. Ведь Блиц сильно угорает по лошадям и решил сменить картину с Мокси и Миле на эту. Блиц, кстати, на входную дверь. Мирик ин прогресс. В пилоте прикрепил листовку с надписью, началось совещание. И опять ошибся в первом слове. Ведь мы прекрасно знаем, что у Блица всё плохо с орфографией. И он постоянно допускает ошибки в словах. Также в их переговорке висит плакат с Блицом. Как и в его офисе с надписью «Невероятный Блицо». Только одно выступление в цирке Шапито. Билеты в продаже. Что ещё раз подтверждает, что Блиц цирковой артист. Да и это подтвердили авторы во второй серии, когда показали его в костюме клоуна во флэшбеке. Когда Блиц работает... Да это подтвердили ещё в первой серии второго сезона. ...в парке Лулулэнд. И веселит детишек своими шутками. Да и в первой серии можно отчётливо разглядеть билеты из цирка в рамочке. Так что Блиц тот ещё бывший клоун. На одном из кадров... Это клеймо странно. ...в рекламном джингле их организации мы можем разглядеть надпись перед горящим зданием. В нём написано, что это приют для слепых, пожилых, новорождённых собак, которые они с лёгкостью подожгли. Скорее всего, это сделано ради шуток. И так понятно, что это разлит шутки. И это имеет в виду, наверное, то, что они могут завалить вообще любого, кого заказывают. Вот это её рожа, я... Вот это её рожа, я... ...внимание даже не на это. В этом же кадре можно увидеть, что на столе стоит графический планшет Vacuum Sintiq 22HD, который... Откуда он знает, что именно такое? Может, это просто какой-то другой планшет, либо вообще просто монитор? ...тотчь-тотчь похож на планшет, на котором работает сама Вивьен. Ну, фиг его знает. По-моему, не точь-тотчь. Ну, типа, вообще не точь-тотчь, блять, это просто обычный монитор, типа. Создательница мультсериала. Так что, возможно, Блиц тут использует удушающие приёмы на самой Вивьен Медрана. Лол. Кстати, все люди, которые собрались в церкви, это оски людей, которые работали над пилотом. Вивьен, кстати, эту фишку будет использовать в некоторых будущих сериях адского босса. Так что, если видите толпу людей или нечисти, то это оски, ребят, которые... Что такое оски? Напишите, пожалуйста, в комментариях. ...кторые работают над этой серией. Кстати, вот на этом кадре можно заметить манеж цирка, где выступает Блиц со своей программой. Это очень легко понять по значку, который есть у него на голове. И надписи шоу Блицо, где явно кто-то пытался стереть одну букву из имени. Причём точно такая же плашка появится в первой серии адского босса. Вот она, висит прямо над доской в офисе Блица. Причём буквы О тут уже точно нет. В больнице, куда привозят Эдди после выстрела Мокси, мы можем заметить номер палаты 66. После которой идёт 667-я палата. Значит, перед ней идёт 666-я палата. Либо там стёрли, либо просто, типа, чтобы не ставить 666, ну, как бы из-за предрассудствов каких-нибудь взяли и стёрли. Это как в Китае, по-моему, либо в Японии четвёртого этажа не бывает. Одни шестёрки — это число зверя, под которым скрываются имена зверей апокалипсиса. Персонажи последней книги Нового Завета. Кстати, когда Блиц вместе со своей командой Эдди летят между этажами госпиталя, можно заметить, что на окнах каждого этажа присутствует кровь. А на одном окне есть надпись «Кровью». Помогите. Так что не думаю, что это хорошее лечебное заведение. Чё-то как-то страшно стало офигеть. Чё тут говорить, если они, вон, чувака с гвоздодёром в грудной клетке лечат. Да и вот снимок руки им поприсутствует. Интересно, как он туда вообще попал? В одном из следующих кадров мы можем увидеть, как Луна читает газету «Адская гончая». Это ежемесячник, который выпускается в аду для всех фури-демонов. Только для них, а всем остальным читать нельзя, да? Который и является Лун. Ну а дальше, когда Блиц дарит подарок Луне, на стене висят маски демонов, которые использовали древние народы Африки. Блин, стрёмно, какие маски вообще прям выглядят отвратительно и страшно. И использовавшие их для погребальных обрядов. И традиционных праздниц. Считалось, что человек в маске даёт временное пристанище духу, которого эта маска изображает. На следующем кадре Луна смотрит прямой эфир с Чарли, где та поёт песню «Inside of Every Demony» Неплохо, не замечал. Сэмэйн был в пилоте отеля. А дальше, когда Мокси подходит к Луне, из-за её небольшого розыгрыша над ним, в его руках можно увидеть листовку с надписью «Чабэнган». Это отсылка на коняба Джека. Ведь именно в этом мультсериале Беатрис решает добавить в кофе «Холли Хок» специальную добавку для похудения «Чабэнган». Раньше эти амфетамины были популярным лекарством для людей с лишним весом. Да они разве помогали, чё-то очень сомневаюсь. Ну и дальше, когда Луна ищет, что поесть из-за своего похмелья, на холодильнике висит надпись «Луна, не ешь мой ланч» с подписью «Мокси». Когда Блица разговаривает со Столасом по телефону, Столас упоминает политического кандидата, пытающегося убедить общественность в реальности глобального потепления. Он имеет в виду... Глобального потепления в аду. ...Альберта Гора из документального фильма «Неудобная правда», где 45-й вице-президент США Альберт Гор разъясняет проблему глобального потепления и возможные серьёзные последствия, которые могут быть вызваны деятельностью человека. Кстати, Столас записан у Блица на телефоне... Крипи Маус? Криповая мышь? ...как жуткий рот. Или вы... А, это Род. ...жить птичьей хера одну ночь. Ну и... И на небольшой... Какой я красный, это из-за чего так, блядь, охренеть? ...можно заметить таблицу с названием «Цели босса». Это Кетти Билл Джой, чувак, очень похожий на Севиафана, бывшего парня Чарли Семи Вон Элдрич, и утка в шляпе с долларами. Ха-ха-ха, Тональдон так убить захотел, зачем? Что, скорее всего, является отсылкой на Скруджо Макдака. Да, точнее, да, Скруджо Макдака. И какая-то загадочная девушка с суккубочкой с овшками. А снизу подпись «Мокси рисует не очень хорошо». Апартаменты Столаса, кстати, вообще полностью изменили. Как внешние, так и внутренние. Но сегодня я об этом рассказываю. Ну, внутренние как-то бы не особо сильно изменили. Вы чё, типа, одно и то же практически не буду. Дождёмся всех сериалского босса, и уже тогда подробно посмотрим, что поменялось после пилота мультсериала. А пока поехали дальше. Дальше можно увидеть бездомного демона, держащего табличку с надписью «Подайте денег». «Благослови вас, Сатана». Что, возможно, доказывает нам, что Люцифер Магне и Сатана в аду — это разные персонажи. И, кстати, скорее всего, мы увидим Сатану уже в пятой серии «Адского босса». Не увидели. Ну, или, по крайней мере, увидим какое-то упоминание о нём. Ведь, как мы знаем, компания «Импи» пойдёт на фестиваль урожайной луны на круг гнева. А главный демон, олицетворяющий гнев, — это Сатана. Но мы не увидели. Так что, я думаю, это теории... Какой он довольный! Не имеет смысл. Будем ждать пятую серию, и тогда точно узнаем, кто управляет кругом гнева в аду. Не узнали. Сцена, где Блиц сидит в холодильнике у Мокси дома, скорее всего, является отсылкой к сцене в видео Брэндона Роджерса. Уже отсиживался в холодильнике. Когда Блиц сидит перед Мокси в его... Это выглядит прямо очень странно. ...по стиле, мы видим пластинку с его альбома, с подписью Мокси, а также маску из мюзикла «Призрак Кобил». И это не единственное упоминание этого мюзикла. Ведь в третьей серии Милли упоминает Майкла Кроуфорда, первого человека, который исполнил роль призрака в этом мюзикле. Так что... Какие-то губы у него странные. Они ещё те фанаты музыкальных постановок. Когда корпорат... Ну, блин, и Петя, кстати, тоже любит. ...собирает расчленённое тело Эдди в мешок. На мусорном баке можно заметить лицо черебом, а под ним надпись с названием песни Чарли «I'm always chasing rainbows». А также сбоку бака видна надпись «Happy Hotel», что отсылает нас на изначальное название отеля. До того, как Алластер изменил его на «Hasbin Hotel». А ещё мне приглянулся вот этот улыбающийся парень с подписью «Дьявол». Скорее всего, это Люцифер и его зловещая улыбка. Кстати, корреспондент, показанный в конце пилота, является ещё одной отсылкой на персонажа Брэндона Роджерса, которого зовут Флинн Дикер, который точно так же брал интервью на пляж. Вот и на этом всё. Надеюсь, вам понравилась рубрика ретро. Я старался собрать всю информацию по разным отраслям. Ретро, блядь, как будто реально ретро. Вышла серия сколько-то, 2-3 года назад? Прям ретро капец. Ссылочкам и секретам из пилота адского босса. Если вам понравилось, то не забудьте... Интересный ролик получился. Спасибо большое. Ай-Джи-Перёджик. Так, даром и спасибо моему подписчику за просьбу. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте нажимать пупенчики, если интересуются, ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.